Мы с друзьями долго думали, как провести выходные. Решение пришло как-то само собой, а не отправятся ли нам в лес за грибами? Что ж, сказано, сделано, благо, на дворе был самый что ни на есть сезон для грибников. И вот в субботу, с утра пораньше, мы оказались в лесу. Тут же разбрелись по одному, договорившись периодически подавать друг другу голосовые сигналы. Мне как-то с самого начала не везло, словно грибы, завидев меня издали, разбегались и прятались. Но тут перед моим взором предстала полянка, небольшая, я бы даже сказал, крохотная, окруженная деревьями. Слева от полянки я заметил кучу из веток, прутьев и опавших листьев, от чего-то сразу показавшуюся мне странной, какой-то слишком аккуратной она была, будто сделанная искусственно. Впрочем, мне было совсем не до этого, ведь под одним из деревьев я увидел заветные грибы. Такая же замечательная находка ожидала меня и под вторым деревом, и под третьим, собрав все, что можно, я двинулся дальше. Но через несколько минут вновь каким-то образом оказался на той полянке. Грибник из меня, как и из большинства городских жителей, не шибко опытный, на это исписал свое возвращение. Подумал об этом и в третий раз, когда непонятно как снова описав круг почета, опять вернулся на то самое место. Однако, когда это произошло и в четвертый раз, мне захотелось ругаться, причем, громко и нецензурно. Дабы не нарушать тишину леса, я сдержался и собрался снова идти прочь отсюда. Но не тут-то было, что-то крепко держало меня сзади за капюшом. При ближайшем рассмотрении это оказалось всего лишь ветка дерева, за которую меня угораздило зацепиться. Вспомнилось, что моя старшая сестра, шутя, говорила что-то типа, если такое происходит, не спеши уходить, ты определенно что-то забыл. Но что я мог забыть на этой полянке посреди леса? Усмехнувшись про себя, я кое-как освободился, ибо ветка держала меня ого-го как крепко, и побрел искать друзей. Очень скоро мы собрались все вместе. Во время обсуждения с товарищами своих успехов, я машинально сунул руку в карман достать сигареты. Они оказались на месте, а вот новая красивая зажигалка, недавно подаренная мне лучшим другом, исчезла. Как единственный курильщик в компании, я отлично знал, прикурить ни у кого не удастся. Да и оставлять в лесу дорогой сердцу подарок не было совершенно никакого желания. Делать было нечего, попросив ребят подождать, я отправился на поиски зажигалки. Почему-то первой мыслью было, что потерял я ее не где-нибудь, а именно на своей излюбленной лесной полянке. И это, представьте, оказалось правдой. Удивление мое было безграничным, когда я увидел свою пропажу лежащей поверх той самой кучи веток, на которую обратил внимание чуть раньше. Само собой, находке я обрадовался. Однако скоро радость сменилась неким ступором, как как я мог обронить зажигалку в том месте, ведь я к этой кучке даже не приближался. Решив не заморачиваться на этом факте, я нагнулся, чтобы поднять вещицу и только тогда увидел то, что вряд ли когда-нибудь смогу забыть. Из-под вороха палок и засовших листьев торчали чьи-то пальцы. На мой дикий крик прибежали испуганные друзья. Все мы в недоумении столпились вокруг ужасающей находки. Наконец Витек, самый решительный из нас, отодвинул ветки. Мы увидели труп молодой девушки. Тело бедняжки лежало в неглубокой ямке, чуть присыпанное землей. Девчонки почти хором завизжали, одному из ребят стало плохо. Позже, уже в милиции, мы узнали, что погибшую звали Алена. Ей было всего 22 и родные искали ее вот уже неделю. Еще позднее выяснилось, что Алену убил молодой человек, не то жених, не то гражданский муж, случайно, в пылу вспыхнувшей ссоры. Поняв, что совершил, парень отвез девушку в лес, положил в выкопанную ямку и забросал ветками. До сих пор, вспоминая тот жуткий случай, я вздрагиваю. Мне искренне жаль эту девушку, такую молодую и так нелепо погибшую. А еще я так и не смог понять, что же происходило в тот субботний день, все это были лишь простые совпадения или же эта умершая Аленушка просила не оставлять ее одну в холодном осеннем лесу.